Намасте. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем третье занятие по теме самореализации. У нас сегодняшняя тема полная, но все равно пусты. Вышлю вам сейчас мантры. Мантры это звуки, которые дают нам внутреннее наполнение. Мы о них более подробно говорили. Давайте 2-3 минуты сделаем такую практику медитации. Гоуранга мантра. Нитай гор. Применяется. Вы слушаете, потом поете. По очереди. Гоуранга мантра. Гоуранга мантра. Гоуранга мантра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Многие люди думают для того, чтобы наслаждаться, для того, чтобы использовать эти органы чувств для высасывания из этого мира как можно как можно больше. И это считается отчисление себя с телом. Мы об этом говорили на прошлых занятиях, но сегодня я немножко повторил. То есть наши органы чувств – это органы чувств, которые принадлежат нашему телу. И думание о себе как о теле, мы автоматически думаем о том, что органы чувств нашего тела нас удовлетворят. И мы пытаемся выжимать по максимуму, чтобы быть удовлетворенным. Но так не происходит. Выжимание есть, но удовлетворение нет. Я бы хотел вам сейчас почитать одну цитату. Это перевод песни группы Rolling Stones. Эта группа была очень популярна в 80-е годы. И вот у них есть такая песня, которая называется «Я не могу получить удовлетворение». Наверное, вы знаете эту песню. Давайте почитаем. «Я не способен испытать удовлетворение. Не способен испытать удовлетворение. Пусть я и я и пробую, и пробую, и пробую. Я не способен, я не способен. Но, предположим, я веду автомобиль. И на радио кто-то бубнит и бубнит. Опрокидывает на меня ушат бесполезной информации, которая, мол, должна пробудить во мне интерес. Я не способен, о, нет, нет. Эй, 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 вот я не могу, я скажу. Я не способен испытать удовлетворение. Не способен испытать удовлетворение. Пусть я и пробую, и пробую, и пробую. Это припех. Я не способен, я не способен. Дальше, следующий куплет. Я включаю телевизор. И мне сразу же начинают рассказывать, насколько чистыми должны быть мои рубашки. Но он даже не мужик, ведь он не курит. Те же сигареты, что и я. Я не способен, о, нет, нет, эй, 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 вот я вам скажу. И так далее, и так далее. Ну, давайте еще один куплет почитаем. Я разъезжал по всему свету. Занимался этим, занимался тем. Я хочу соблазнить одну девчонку. А она мне говорит, милый, приходи лучше на этой неделе. Видишь, у меня полоса сплошных неудач. Я не способен, о, нет, нет, эй, 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 вот я вам скажу. То есть, вы можете видеть, что как бы Роллинг Стоунс, ребята, достигли успеха, да, в материальном мире. То есть, у них есть все для того, чтобы жить, другими словами. Все для того, чтобы быть счастливым. Но происходит так, что эта песня, она как плач души. Я когда видел это видео, ты смотришь на этого парня, и такое ощущение, что он изнутри плачет. Он не может получить это счастье. Он не может быть наполнен. Человек пытается наполнить свой желудок. Он ест, ест, ест. Как Элвис Прейсли, он ел, 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 ел. И множество других таких ребят. И они пытаются наполниться, потребляя удовольствие, беря удовольствие от конечного материального измерения. Он ел, что у него квадратное-квадратное лицо. У него болит желудок. Желудок ограничен. Но он по-прежнему чувствует пустоту. Так вот, если мы будем изучать, если человек будет изучать жизни, или он изучает уже жизни богатых людей, или обеспеченных, хорошо обеспеченных людей, он может прийти к выводу, что удовлетворяя органы чувств, они так и не получили удовлетворение. То есть они так и не были наполнены, другими словами. Что можно купить за деньги? За деньги можно купить только удовольствие, удовлетворение для чувств. За большие деньги можно купить в большей степени это удовольствие. То есть во много-во много раз больше. Можно купить утонченное удовольствие для этих органов чувств. То есть за деньги можно купить лишь наслаждение для органов чувств. Для нашего носа, для нашего языка, для наших ушей, для наших гениталий, для нашего желудка. Для нашего чувства осязания. То есть за деньги можно это приобрести. Но не больше. Счастье за деньги невозможно приобрести. Вернее, удовольствие от органов чувств за деньги можно купить, а удовлетворение от органов чувств за деньги купить нельзя. То есть, я думаю, вы это понимаете. И вы сейчас только что услышали перевод песни Rolling Stones. И таких людей полно. То есть очень много людей, которые страдают, не удовлетворив, так и не удовлетворив эти органы чувств. Был в прошлом такой пример. Тоже вот Элвис, Элвис Фрэйсли, это тоже один момент. Фредди Принс. Это известный актер, комик. В Соединенных Штатах. Тоже где-то примерно в 80-е годы, 70-е. Это такой очевидный, явный пример. Он уже из бедного общества достиг высот, все, будучи школьником. Его уже даже, по-моему, взяли, у него были контракты на миллионы долларов. Его катали на лимузинах по всему Голливуду. И он снимался в фильмах, был классным актером. И однажды он спрашивает у своего менеджера. Это все, что я достиг? То есть это все, что нужно в жизни? Менеджер отвечает, да, Фредди, ты самый удачливый человек, ты самый счастливый человек, ты имеешь все. 22 года парню. Что он сделал? 25-й калибр пистолет убивает свое тело. Писалось в газетах, что он покончил же самоубийство. Это пример тех людей, которые не нашли удовлетворения от выжимания попыток счастья, наслаждаться от своих же органов чувства. И такой же, даже не, более длинный список людей, которые пытались, но не смогли, но они отправились в психушку. То же самое. Ну, я не знаю, зачитывать вам или нет, но давайте все-таки почитаем уже актеров сегодняшнего времени. Или довольно-таки недавних актеров. То есть те люди, которые каким-то образом либо пытались закончить самоубийство, либо в психушку отправились. Александр Маккурин, тоже известный такой актер. Люси Гордон. Эрнест Хемингуэй. Джонатан Брантис. Робби Уильямс. Так же само. Закончил жизнь самоубийством. То есть тут даже есть его немножко об этом подробно. В 2014 году. То есть самое шокирующее было. Так далее и так далее. Ну, Фредди Принкс, мы о нем уже говорили. То есть много-много таких людей. Бритни Спирс тоже в психушке лежала. Джан-Клод Ван Дамм тоже лежал в психушке. То есть список очень длинный. И это показывает то, что мы не являемся телом. То, что удовлетворяя наши органы чувств, мы никогда не будем удовлетворены. И многие люди спрашивают. Ну, как-то помню, один человек спросил. Ну вот, они богатые, у них не все дома. То есть мы вот не обеспеченное общество. Я вот, мы, у нас все нормально, все в порядке. Или же есть другие вопросы. Вопрос заключается в том, что нужно быть богатым, чтобы это понять. Нужно быть обеспеченным. Вот когда я стану обеспеченным, тогда я это пойму. То есть сейчас, на данный момент, у меня нет того, что имели эти ребята. И я это не пойму никогда. Это неверно так думать. То есть вам не обязательно быть в таком положении, как Фредди Принс или Жан-Клод Ван Дамм, или Бритни Спирс, чтобы понять, что органы чувств не удовлетворят вас. Путем анализа. Ну хорошо, бедный человек наслаждается сексом где? Самый бедный. Может быть где-то на матрасе, в глиняной какой-то лачуге с девушкой. А богатый человек на большой кровати, в своей собственной квартире или в своем собственном хорошем доме. Понимаете, это одно и то же. Вот этот оргазм, он один и тот же. Бедный человек может есть простую пищу или наслаждаться какими-то там простыми вещами. Богатый человек наслаждается более утонченными вещами. Но вкусовой оргазм точно такой же. Половой оргазм точно такой же. То есть все остается то же самое. Другими словами, удовлетворяя наши органы чувств, мы не получаем удовлетворения. Мы можем получать мимолетную вспышку счастья, мимолетную вспышку удовольствия, но мы не можем получить удовлетворения. И поэтому Роллинг Стоунс поет, я не могу получить удовлетворение. Мы говорили об этом на прошлых занятиях. То есть мы не являемся телом. Мы не являемся тем, что мы видим в зеркале каждый день. То есть это наша маска, это костюм. Мы находимся здесь, в области сердца, мы в машине. То есть тело это как машина. Заливая в машину бензин, масло, моя машину нашу, но не кормляя себя, водитель далеко не поедет. Правильно? То есть как можно не кормить себя, ездить на машине? Рано или поздно ты попадешь в аварию. То есть корм для тела существует. Корм для ума тоже существует. Но какой корм для себя, для меня, для души? Мы говорили о том, что я дух, я вечен. Я не материальное тело. И для меня есть определенная пища. И если я не кормлю себя как душу, то я не могу получить удовлетворение. Вот и результат. Поэтому человек, который пытается делать целью жизни удовлетворение от органов чувств, он пытается, первое, продлить свое удовольствие, если он богат, то есть и сделать это как можно чаще. То есть он считает, он может считать, что чем чаще и больше у меня будет этого, я буду счастлив. А бедный человек, он не может позволить себе часто это делать. Но он тоже может осознать, что это его не удовлетворяет. Как можно удовлетвориться тем, что не удовлетворило уже? Это временная вспышка. Не удовлетворяет один раз, не удовлетворит потом раз. Бедный человек покупает себе дорогие чаши, богатый человек покупает себе остров. Ощущение одно и то же. Но люди забывают, что та предыдущая вещь так и не удовлетворила меня. Вы хотите, к примеру, стиральную машину. Вы думаете, ну это как потребность, нужно постирать свои вещи. Вы покупаете стиральную машину как потребность. Но если вы покупаете вещи не как потребность, а как, что эта вещь удовлетворит вас, вы забываете, что когда вы купили эту вещь, то эта вещь так и вас и не удовлетворила. То есть вы бегаете за другой новой вещью. Вы хотите себе дорогой айфон, вы покупаете его, но потом вы хотите еще что-то другое, еще что-то другое, еще что-то третье. Это, знаете, бесконечная гонка диких гусей. И никогда никого не удовлетворяет от этого. То есть есть решение всего этого, есть объяснение всего этого. Мы об этом говорили, понимание йоги, философия йоги раскрывает этот вопрос более подробно. Одна из самых ошибок, больших ошибок, которые люди совершили и продолжают жить с этой ошибкой, заключается в том, что отождествляя себя с телом, люди думают, что я буду удовлетворен. В математике, в начале, если в примере сделана ошибка, в начале задачи, в примере, как бы вы не решали эту задачу, все равно ответ будет неправильный. И поэтому, чтобы ответить на этот вопрос, как же быть счастливым, нужно заглянуть в корень. Почему я не удовлетворен, другими словами, почему богатый человек не удовлетворен? Нужно посмотреть в корень этой проблемы. Корень этой проблемы в том, что мы отождествляем себя с телом. И то, что принадлежит этому телу, то есть наши органы чу. И если мы перестанем отождествлять себя с телом, и начнем кормить себя духовной пищей, то мы будем удовлетворены. То есть мы будем счастливы. Богатство не сделает человека счастливым. Также бедность не сделает человека счастливым. Хорошо. Есть ли у вас какие-то вопросы на эту тему? Можете задавать сейчас в чат. С радостью отвечу. То есть итог такой, что вам не обязательно быть в положении, когда у вас есть все потребности для удовлетворения органов чувств, чтобы понять, что эти органы чувств, удовлетворяя органы чувств, вас не удовлетворит. Вы можете прямо сейчас уже рассматривать эти вопросы, изучая опыты прошлых ребят. Роллинг Стоунс, Элвис Пресли. Кто там у нас еще? Много их было. Брюс Уиллис. Ой, извиняюсь, Брюс Уиллис. Я про него пока ничего не знаю. Может, у него тоже были проблемы. Жан-Клод Ван Дамм, Бритни Спирс. То есть вы можете увидеть, что это так и не удовлетворяется. То есть духовная пища – это пища для души, которая не относится к материальному миру. То есть не относится к этому телу. Одна из таких практик называется медитация. Медитация в переводе – концентрация внимания. Каждый медитирует, другими словами. Каждый концентрирует свое внимание. То есть медитация сама по себе, если говорить в общем это слово, она является как бы, может быть, как материальной, так и духовной. Допустим, бизнесмен медитирует на деньги, мать медитирует на ребенка, собака медитирует на кошку, кошка медитирует на собаку. То есть сама по себе медитация, она может быть как материальной. И духовная также может быть медитация. Есть звуки, мантр, которые являются духовными. То есть духовные – значит нематериальные, которые никогда не надоедают. Если удовлетворение от органов чувств надоедает, то мантра йога, мантра медитации никогда не надоедают. То есть звуки мантр – это духовная пища. Наполняя себя духовно, мы будем удовлетворены внутри. И таким образом мы будем жить в этом мире. И не испытывать вот этих вот проблем, о которых мы только что сегодня читали. Это не значит, что нужно отказаться от всех материальных потребностей. Мы об этом не говорим. То есть нам нужно удовлетворять орган наших чувств, но лишь до той степени, до которой это необходимо. Ну, к примеру, температура 36,6. Нормальная температура? Нормальная. Температура 37,8. Нормальная температура? Нет. Температура 35,4. Нормальная температура? Нет. 36,6 – нормальная температура. Что такое нормальная температура? Это значит, что я удовлетворяю — я имею в виду по отношению к нашей жизни. Я удовлетворяю мои органы чувств. Не в большей степени, не в меньшей степени. Ровно столько, сколько нужно для этого тела и тел других людей, заботы о других людях, с которыми я рядом нахожусь, родные и близкие. Как только я буду выжимать больше, чем необходимо от моих органов чувств, или давать моим друзьям, знакомым понимание такое, что органы чувств это все, то у нас будет проблема. То есть нужно параллельно кормить себя духовно, удовлетворяя свои духовные потребности и в то же самое время продолжать заботиться о нашем физическом теле. Если не будет этого, происходит все время ощущение голода, такого духовного голода. Один бизнесмен говорил, если бы я мог съесть весь мир за обеденным столом, я бы давно уже это сделал. Другими словами, мы будем пытаться есть весь мир. Мы будем пытаться наполняться от конечного материального измерения. И духовный голод это как каньон. Видели каньон? Вы кидаете туда машину, вы кидаете туда дачу, вы кидаете туда килограммы-килограммы мороженого, бесконечных сексуальных опытов, и он не наполняется. Он пуст. Вот оно решение, вот оно причина, вернее. И есть решение. Есть решение добавить в нашу жизнь те звуки, те мантры, ту пищу, вернее, которая действительно будет нас наполнять внутри. И что произойдет? Вы также будете жить, вы также будете общаться, вы также будете кушать, вы также можете иметь детей. Но это сравнивается как с передвижением по комнатам. Смотрите, вы заходите в одну комнату, вы внутри также самонаполнены. Вы заходите в другую комнату, вы также внутри наполнены. Вы заходите в богатую комнату, вы наполнены внутри. Вы бедная личность, ну или недостаточно обеспеченная личность. У вас также внутри то же самое наполнение. то есть желания совпадают с вашими возможностями есть такая цитата да вот один актер выпьем за то чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями почему желания не совпадают с нашими возможностями скажите пожалуйста потому что есть ложное телесное отчасти я тело другими словами я думаю себе как вот этом вот теле и я пытаюсь удовлетворить сам удовлетвориться с помощью удовлетворения чувств этого тела а поскольку это бесконечно так как чесотка чешите чешите вы чешите до крови она вас так и не удовлетворимо до бесконечности это продолжается и поэтому желаний много а возможности мало а есть люди у которых есть возможности и они уже поняли что возможность у меня есть но желание не удовлетворено происходит вот это дело наркотики самоубийство психушки и так далее то есть просто осознание что я не делал и духовная пища это мантра медитации давайте с вами попробуем сейчас применить эту практику опять таки и надо делать тоже не один раз а стараться регулярно поскольку мы кушаем регулярно каждый день то есть кормим свое тело другими словами также сама духовная пища она должна быть на регулярной основе одна из таких мантр называется мантра гауранга я вам сейчас ее еще раз вышло гауранга не тайгор гауранга не тайгор гопала говиндарама мадана мохан я буду использовать гитару можно принципе любой музыкальный инструмент можно без музыкального инструмента можете повторять мантры когда готовите кушать когда выбираете просто когда есть свободное время можете делать это с друзьями также важно внимание направить на звук ваш ум будет отвлекаться то есть ваш ум будет туда-сюда бегать со стороны вы можете его наблюдать но ваша задача вернуть ваш ум звук давайте повторим чтоб лучше запомнил гауранга впервые гауранга вторая мантра ни тай го ни тай го и потом гопала говиндара я пою выслушайте два потом вы поете пробуем петь вместе две-три минуты попоем гауранга не тайго Теперь бы. Продолжение следует... 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 Намасте, это знак уважения. Спасибо. До завтра.